приветствую вас на канале центра индивидуальной мобильности сегодня видеоролик о электросамокате white siberia спутник в общем то на нашем канале уже выходил обзор этого электросамоката отличительная его черта в том что у него очень мягкая рычажная подвеска но многие пользователи любят эксплуатировать электросамокат с седлом так вот к спутнику даже как аксессуар седло или сидение не доступно при этом регулировка руля как видите здесь он выдвинут полностью ехать на нем стоя удобно но также руль опускается до уровня когда и с седлом на самокате будет ездить удобно и мы нашли способ как установить сидение на white siberia спутник сиденье держится надежно мой вес выдерживает сидеть мне как вы видите удобно и в этом обзоре я расскажу вам про установку седла на этот электросамокат идея установки седла на white siberia спутник следующий берем седло от самоката побольше так чтобы она взглядом взглядом сверху помещалась полностью на деке причем с запасом далее сверлим отверстие вот в этих боковинках то есть до батарейного бокса все это снаружи будет находиться здесь здесь ну и соответственно с противоположной стороны аналогично и после этого лишний металл вот здесь обрезаем винты будут проходить насквозь вот таким образом и здесь крепится гаечкой соответственно спереди и сзади для отметки места сверления понадобится гайка с фланцем от которой отрезана одна грань фланца прикладываем ее в предполагаемое место сверления чтобы не ошибиться с местом нанесения разметки сверлим сквозное отверстие сначала это делается тонким сверлом вторым проходом более толстым сверлом увеличиваем диаметр отверстия аналогичным образом сверлим отверстие с противоположной стороны а дальше будем размещать оставшиеся два передних переворачиваем самокат и размечаем где отверстия выходят непосредственно в основании седла делается это потому что точно просверлить отверстие без перекосов в деке не получается поэтому приходится действовать методом так сказать сверления по месту точнее сказать разметки по месту данная операция делается тогда когда основание седла предварительно отцентровано надо их как видите она абсолютно симметрично сейчас стоит сверлим сквозные отверстия в размеченных местах сидение прикручено на два винта как располагающийся в задней части теперь предстоит разметить согласно ушкам основание седла места для сверления в передней части делается это абсолютно аналогично тому как я показывал вам наметки о сверлении в задней части для удобства разметки в районе будущего уха крепления седла приклеиваем скотч теперь прицеливаемся ищем где у нас находится место потенциального прохода винта это у нас приблизительно здесь и от этого места вниз вертикально проводим линию и рисуем ее на бумажном скотч она нужна чисто для ориентира чтобы понимать плоскость в которой будет проходить будущее отверстие под винт на всякий случай покажу что в итоге получается вот она вертикаль вот оно место где мы будем сверлить ну и ниже как раз находится ухо седла и до самокат мы перевернули уже с примеренным сиденьем дальше сверлим отверстие тонким сверлом потом берем сверло чуть потолще проходим синим ну и вот он результат сверло вышло наружу и прошло как раз в нужном нам месте ну практически в нужном вполне допустимой погрешностью при установке седла повторяем операцию с противоположной стороны и с этой стороны мы тоже вошли в нужное место то есть в ушко седла все получилось сверлим отверстие побольше ну а дальше вы знаете увеличиваем отверстие в основании седла и далее нам предстоит косметическая работа по удалению лишних некрасивых ушек теперь нам предстоит просверлить отверстие в краях основания седла и отрезать некрасиво торчащие ушки конечно же с последующей обработкой от заусенцев и подкрашивание как видите основную часть опилок мы убрали но немножко осталось внутри и для того чтобы убрать их откручиваем небольшие установочные винты здесь установочный винт здесь трубку вынимаем теперь убираем отсюда стружку и устанавливаем трубку на место проводим примерку перед финальной фиксации винты опускаем здесь прошел здесь прошел два сюда один винт садится немножко туже целом проходит вот он вышел затягиваем винты проверяем что все четыре надежно держатся ну и в общем то теперь осталось подкрасить здесь края работы завершены сидение хорошо работает сидеть мне удобно как вы видели ничего сложного нет но требует внимания смекалки и аккуратности в работах теперь самокат отправляется клиенту надеюсь этот обзор был вам полезен если хотите установить сидение либо пробуйте сами а лучше привозите к нам мы уже сделаем это имея опыт подобных работ с вами был михаил центр индивидуальной мобильности место где может приобрести технику подготовленную к эксплуатации и заказать услуги качественной гидроизоляции выполнены специально подобранными материалами ссылка на электросамокат на наш сервисный центр где устанавливаются сидение и не только проводится работа по техническому обслуживанию по ремонту и так далее все в описании к этому ролику спасибо что смотрели всем удачи всем пока